Здравствуйте! С вами Илья Мэдисон и обращаюсь к Никите Сергеевичу Михалкову. Но сначала я вдохнул полной груди этого русского воздуха. Никита Сергеевич, в своем фильме «12» высказали правильную мысль, что офицер русский бывшим не бывает, но хороший режиссер бывшим вполне стать может. Мы убедились на вашем примере после того, как вы сняли два последних своих фильма, соответственно, «Предстояние» и «Цитадель». Я сходил на оба и надеюсь, что вы вернете мне деньги почтовым переводом. Это было отвратительно. Зачем вы это сняли, понять совершенно невозможно. В своих интервью, после того, как вышли первые лицензии на ваш фильм, вы всегда говорите, что вас специально за деньги очерняют. Но, по-моему, это вы взяли деньги у граждан и, кроме того, еще у каких-нибудь, я не знаю, зарубежных структур силовых, чтобы снять кино, очерняющую историю нашей замечательной Родины. Зачем вы это сделали, я совершенно понять не могу. Я повторюсь, я пропитан уважением и к своей стране, и даже к вам, потому что вы любимый режиссер, например, моего отца, и некоторые ваши фильмы мне очень нравятся, актерские работы. Например, вы замечательно исполнили «Братка» в фильме «Жмурки». Это просто вершина вашей карьеры. Но вот эти последние два фильма, что это было? Я бы, конечно, понял, если бы вы заранее сказали, что это какая-то пародия, как бесславные ублюдки, но только бесславный ублюдок. Мне кажется, это просто у вас какая-то обида на Тарантино за то, что ему досталась в свое время золотая пальмовая ветвь за фильм «Криминальное чтиво», а вам досталась серебряная березовая ветка. За ваших первых утомленных солнцем. И теперь вы пытаетесь переплюнуть его, снимая какой-то совершенно отвратительный трэш про Вторую мировую. А то, что вас специально за деньги обличают, это тоже неправда. Я сижу тут очень долго уже в лесу и жду, пока пройдет первый встречный, он пока не проходит. Я посижу еще немного, понаблюдаю за солушками и воробушками. А когда пройдет прохожий, я спрошу у него мнение. Это будет абсолютно честно и неподкупно. Ну, прохожий, эй, иди сюда, иди сюда, иди. Ну, ну. Давай быстрее, пока комарики не заели. Что вы думаете о Никите Михалкове? Расси. Расси, крепкий, Михалков ставит. Вот, обычный рядовой прохожий с улицы. Иди отсюда, иди. Не, Руси. Вот и мнение о вас. Не надо даже никому деньги давать. Вот вы, русский православный человек, вы должны знать такую поговорку. Когда бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Мне кажется, что последние ваши выходки, со всеми этими криками, матом-перематом в интернет-роликах, там, какие-то заявления про Диброва, еще про кого-то непонятное, ваши фильмы последние, это свидетельство того, что бог вас наказывает. Например, за то, что когда-то вы человека, которого держали несколько других товарищей, ударили ногой по заднице. Зачем так было поступать? Он же был абсолютно беззащитен. Ваши больные фантазии уже просто начинают пугать народ. Я думаю, что вам стоит обратиться в студию Дисней, и там с радостью примут ваши новые сценарии. Я думаю, они у вас есть. Например, Котов в космосе. Очень интересная идея, на мой взгляд. Я хочу вам предложить такую затею. Вы недавно были, как бы сказать, экспертом перед поединком боксерским Лебедев Рой Джонс. Вы там сказали, что бокс определяет то, какой человек в жизни. То есть, как он ведет себя на ринге, такой он и в жизни. Я предлагаю вам выйти на честный боксерский поединок в ринг против меня. Вы примерно в два раза больше меня, ну, если не считать веса. Тут я, конечно, вас давно перегнал. Но, с другой стороны, вы старше меня. То есть, примерно настолько же, насколько Рой Джонс был старше Лебедева. То есть, лет так на 50. У нас шансы равны, я считаю. Поэтому мы можем спокойно выйти, отбоксировать несколько раундов и, собственно говоря, выяснить отношения. Тем более, что так уже поступал известный режиссер, соизмеримый с вами по таланту, судя по последним фильмам, Уве Болл. Я надеюсь, вы знаете такого. Ну что ж, я буду ждать, примите ли вы мое предложение. А пока посижу в этом замечательном лесу и подумаю о судьбах Родины. Редактор субтитров А.Семкин